Садгуру, я слышал, что вы планировали приехать в Россию с программой внутренней инженерии. Но сейчас наша страна переживает трудные времена. Подходящее ли это время, чтобы работать над внутренним благополучием? Или это время, чтобы сфокусироваться на выживании? Намаскарам всем русским, но без крепких объятий и похлопываний по плечу. Намаскарам. Это безопасное приветствие. Мы уже давно так делаем. Сейчас все под вопросом, приеду ли я в Россию или нет, это тоже под вопросом. Мы пока не знаем. На данный момент все мероприятия приостановлены только до 15 апреля. Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Подходящее ли сейчас время при всех сложностях населения для того, чтобы обратиться внутрь и заняться собой? Скажите, когда ваше равновесие и ваша компетентность приобретают наибольшую ценность? В кризисных ситуациях, когда происходит кризис, тогда ваш интеллект, физическое здоровье, чувство равновесия, мудрость — все это приобретает исключительную ценность. Когда все вокруг в порядке, то можно быть дурачком и все равно как-то справляться. Однажды на один российский завод рано утром прибыл специалист по аттестации. Это была выборочная проверка. Вот он подходит к одному рабочему, который работает за станком, и спрашивает «Если выпьешь рюмку водки, сможешь работать за этим станком?» Тот говорит «Да». «Допустим, выпьешь две. Сможешь работать за этим станком?» «Думаю, да». «Если выпьешь три, сможешь работать за этим станком?» «Да», «думаю, да». «Уверен, что смогу». «А если выпьешь пять рюмок, сможешь работать за этим станком?» «Ну, сейчас же я как-то работаю». Так что, когда все в порядке, вы можете заниматься чем угодно. Но особенно, когда в стране кризис — это время для каждого гражданина использовать свое тело, свой мозг, свою мудрость и, прежде всего, пребывать в балансе и пройти через этот кризис. Это самое важное. И, обращаясь ко всем русским, «Если вирус позволит, я приеду в Россию». Обычно говорят «Бог даст», но я говорю «Если вирус даст». «Если вирус даст, я приеду». «Алина». Субтитры создавал DimaTorzok